И снова привет! Сегодня я приготовлю блюдо, пожалуй, такое, которое я готовлю чаще всего. И более того, когда я его впервые приготовил, года три назад, оно перевернуло мое восприятие фастфуда полностью. Это бургеры. Кстати, почему я готовлю их чаще всего? Потому что вокруг полно молодежи, и, собственно, вы знаете, что бургеры сейчас в тренде. Но на самом деле их едет не только молодежь, их и женщины, значит, также понужают, даже те, которые на диете, потому что просто устоять не могут. В общем, сейчас увидите все в действии. Для бургеров нужен прямой сильный жар, поэтому я насыплю сейчас три четверти стартера и подожгу его. Достаточно. Ну, а пока разгорается стартер, пойдем готовить все для бургеров. Итак, для бургеров нужны булочки для бургеров, такие вот купил, салат айсберг, два помидора, три зубчика чеснока, значит, бекон, в данном случае копченый бекон, сыр, ну, любой на самом деле сыр в нарезке нужен, вот, и вот такие вот котлетки. Значит, кроме этого, еще для соуса нужен будет вустерский соус, кетчуп и майонез. Для начала нужно приготовить салат. Я беру вот так листья салата, снимаю их. Нам потребуется 4-5 полных листов, а сейчас покажу, что с ними дальше делать. Все, этого достаточно, а дальше нужно сделать следующую процедуру. Я их просто вот так вот делаю плоскими. Чтобы они у нас там в бургере хорошо, плоско, красиво лежали. Вот, и нарвать мелкими сегментами, ну, а вот эту вот фигню можно выкинуть. То есть, такие вот, чтобы у нас получились красивые сегменты. Вот этот, наверное, великоват. Все толстые части некрасивые, собственно, у нас. Вот, салат готов. Перекладываем на тарелочку и займемся булочками. Значит, для булочек, булочки нужно разрезать. Разрезать их нужно аккуратно. То есть, я для этого использую нож для хлеба. Вот, и булочку вот так вот пилим. То есть, не режем ее, а именно пилим, легонько нажимая. Стараясь, значит, разрезать ее ровно посередине. Вот. Если нажимать, то он будет рвать ее, соответственно, и ломать. А так у нас получается вот такая вот ровная, красивая булочка. Теперь нарежем помидоры. Значит, я стараюсь это сделать тонкими пластиками. Вот таким вот образом. Желательно, как можно тоньше. А, кстати, помидоры надо выбирать крупные и плоские. Сколько нужно помидоров? Ну, я режу из расчета по два вот таких вот кружочка помидоров на один бомбер. Вот, помидоры готовы. Делаем соус. Нужно примерно 100 миллилитров кетчупа. Ну, вообще, я делаю все время на глаз. То есть, примерно одинаковое количество кетчупа и майонеза. В данном случае вот 4 бургера буду делать. Соответственно, вот примерно 100 миллилитров. И столько же майонеза. Один к одному. Теперь сюда нужно выдавить 3 зубчика чеснока. 2 или 3. Значит, прессом. Я могу себе представить, как сейчас лица людей, сторонников здорового образа жизни. 100 миллилитров кетчупа и 100 миллилитров майонеза. Самая здоровая пища. И последний ингредиент. Это, на самом деле, можно не делать, но я делаю. Я добавляю примерно вот так пол чайной ложечки выстерского соуса. Все, теперь это все замешиваем, чтобы масса получилась однородная, такого розоватого цвета. Вот так вот выглядит готовый соус. Теперь котлеты. Ну, вот это котлеты такого известного в общем в России производителя. Это мраморная говядина, блэкангус, но обычные котлеты. Они так называются котлеты. Никакие не для бургеров специальные. Просто вот такие вот обычные 4 котлетки. Значит, почему я их беру? Во-первых, потому что они очень дешевые. Во-вторых, я очень много экспериментировал с котлетами. Могу сказать, что на мой вкус для бургеров вот именно вот это мясо подходит лучше всего. Значит, а почему я с ними сейчас что-то там манипулирую? Дело в том, что из этих 4 котлет, они на самом деле маленькие достаточно, из этих 4 котлет я обычно делаю 3. То есть, если я готовлю бургеры, то я покупаю вот такую упаковку и из 4 котлет сделаю 3. Делается это так. То есть, собственно, одну котлету вот так вот колбаской раскатываю. От нее вот так вот 3 кусочка, собственно, беру и смешиваю с остальными котлетами. Вот таким образом. Фарш у них довольно хорошо замешан. Вот, и вот тут особо сильно парится не надо. Разумеется, можно сделать свой фарш. Например, лопатка говяжья очень хорошо для этого подходит. Ну и все. А дальше ее вот эту котлетку так-то обминаю, чтобы она получилась, ну, диаметром примерно вот как, значит, булочка, да? То есть, может быть, чуть больше, чем диаметр булочки. Сейчас я ее разомну. Вот, и чтобы она не лопалась и не трескалась. Так, важно. Вот, в центре я его проминаю побольше. Значит, зачем такое углубление, как бы, делаю? Зачем? Чтобы она не выгибалась при жарке. А то она получится такой, шариком таким. Вот, все, готова котлета, в принципе. Вот так вот она выкрутится. И вот таким же образом все три котлетки готовим. То есть, вот они все три. Ой, да, чуть не забыл про самый важный секретный ингредиент. Конечно же, это огурцы. Сейчас я их нарежу. Нам потребуется парочка вот таких маринованных огурцов. Вот, и нарезать их нужно тоже, как помидор, как можно-можно тоньше. Такими прям совсем, такими пластиночками. Все, огурцы готовы. Теперь точно все готово. Бургер я обычно делаю в конфигурации 50 на 50. С одной стороны уголь есть, с другой стороны его нет. Закрываем крышку, даем прогреться минут 10, как обычно. Это очень, кстати, важный момент. Вот, многие спрашивают, что там прилипает, что-то к решетке и так далее. Чтобы ничего не прилипало, нужно нагреть его, прям, достаточно сильно. За 10-15 минут он нагревается хорошо. Все, гриль нагрелся. Готовим бекон. Это первое, что нужно приготовить. Я его буду класть прямо над углями на решетку. Вот так. Когда готовится бекон, крышку закрывать не нужно. Готовится очень быстро. Нужно, наоборот, успевать его переворачивать щипцами. Конечно, подошел бы очень тонкие кусочки. Вот, некоторые уже готовы, я их снимаю. Можно, конечно, еще немножечко поджарить, но я боюсь, что они подгорят. Поэтому, снимая. А никто, все равно, затвердеет. Надо, чтобы на них была вот такая вот золотистая карамельная корочка. И накладываю оставшийся. Готов. Бекон заносим в дом. Ну, а теперь, жарим бургеры. Я выкладываю котлеты прямо над горящими углями. И важный момент. Закрываю крышку. Потому что дело происходит зимой. Если бы я готовил летом, то можно было бы крышку не закрывать. Жара было бы достаточно. Ну, а готовить их под крышкой нужно примерно где-то минуты 3, может быть, 4. По 2 минуты с каждой стороны. Я вообще смотрю обычно по готовности. Как они будут готовы, станут такими коричневыми, так я их переворачиваю. Все, посмотрим, как там наши котлеты. Отлично. Сбоку видно, да, что они вот здесь, внизу, стали такими серо-коричневыми. То есть, это вот точно надо переворачивать. Закрываем и еще парочку минут. Прошло еще пару минут. Все, котлетки уже практически готовы. Теперь перемещаем их в зону непрямого жара. Таким образом. И кладем на них цирк. Вот так. В зону прямого жара складываем булочки. Срезом вниз. Булочки жарятся очень-очень быстро. Тут нельзя зевать, иначе они быстро горят. Я при этом даже крышку не закрываю. Оставляю вот так, даже зимой. Зачем я переложил котлетки на непрямой жар? Во-первых, они еще будут на остаточном жаре доготавливаться. А во-вторых, сыр мягко их обтечет. То есть, он не сгорит, он просто сейчас мягко расплавится. Сейчас булочки надо перевернуть. Это уже нормальное. Достаточно так чуть-чуть их пожарить. Не надо тут никаких сильных отметин. Осторожно, булочки могут быть очень горячими. Вот они хрустят так приятно. И снимаем котлетки. Вот то, о чем я говорил. Сыр расплавился, но не потек. И это очень здорово. И быстро уносим в дом, чтобы делать бургеры. Ну, а теперь все просто. Собираем бургер. Берем булочки и смазываем их китчунезом. Так, примерно по 2 чайных ложечки. Верхнюю и нижнюю часть. Не надо размазывать полностью. Он должен как бы остаться так в центре. Теперь кладем сюда салат на нижнюю булочку. Кладем помидор. Можно 2. После этого кладем котлетку. Таким вот образом. Сверху на нее огурчик. Обычно так, штучки 3. И бекон. Теперь все это накрываем верхней булочкой. Бургер готов. Ну, вам наверняка интересно посмотреть, как это все выглядит внутри. Поэтому мы эту сейчас прелесть просто разрежем пополам. Вот оно. Ну, вот они, эти красавцы. Вот так выглядят. На самом деле, когда я первый раз попробовал эти бургеры на гриле, я уже не могу есть бургеры из фастфуда совсем. Ребят, попробуйте. Это потрясающая вещь. Ну что, всем пока. Я пошел есть бургер.